Проблема подтопления берских улиц с грунтовыми водами существует уже много лет. Проект ее решения разработан, реализация проекта начнется в этом году. Подробности в Управлении капитального строительства узнавал наш корреспондент Аркадий Ефимович. Особо остро с проблемой подтопления берчане столкнулись в минувшем году. Некоторые районы частного сектора буквально превращались в болото. Общая площадь подтопляемых территорий в Берске составляет более 50 гектаров. В 2016 году администрации города Берска были выделены денежные средства в размере 970 тысяч рублей на проведение геологических и гидрологических исследований для проектирования. Соответственно, данные мероприятия мы выполнили. И в 2017 году администрации города Берска было выделено 1,8 миллиона рублей для выполнения проекта инженерной защиты от подтопления района в городе Берске. На сегодняшний день проект, разработанный Белгородским институтом, готов. Он предполагает сооружение лучевой дренажной системы. 5 водоприемных колодцев 7-метровой глубины, от которых расходятся перфорированные трубы. Это будет у нас идти на глубине от 7 метров до глубины, до отметки 3 метра. То есть, минус 3, минус 7 от нулевой отметки. Соответственно, как бы люди не дискомфортнее, коммуникации не пострадают. Да, частично будем заходить даже и буриться под земельные участки, где будут расположены, именно как бы, где располагаются земельные участки людей. Чтобы собирать эту всю грунтовую воду и отводить ее в линейную канализацию, которая сбрасывает эту воду в обе. Начальник управления капитального строительства рассказал, что из бюджета города уже выделено 25 миллионов рублей. И буквально в течение нескольких ближайших дней будет объявлен аукцион среди подрядчиков. После того, как исполнитель будет определен, он сразу приступит к работам. На 25 миллионов рублей мы сможем построить только два системы из двух лучевых дренажей. То есть, это у нас будет Гагарин и будет Мира. Это самые подтопляемые участки на сегодняшний момент, которые находятся в зоне риска. Данное мероприятие планируем закончить до середины мая, чтобы хотя бы часть грунтовых вод мы уже смогли отвезти. По словам Алексея Егошина, разработчики проекта имеют большой опыт и гарантируют эффективность. Полная стоимость проектных работ составляет около 100 миллионов. По окончании первого этапа администрация Бердска планирует обращаться в область за денежными средствами, чтобы строительство водоотводной системы было продолжено.